Всем привет! Я продолжаю изучать Блендер, и на этот раз я поставила себе задачу сделать фантазийную анимацию на тему киберпанка. Для этого я собираюсь превратить одну из локаций моего города в красочную улицу с яркими вывесками и моей голограммой. В этом видео я расскажу о моем процессе создания киберулицы в Блендере, покажу, как я в первый раз использовала зеленый фон и что у меня в итоге получилось сделать. Дорогие друзья, если вы мечтаете научиться создавать 3D графику, хотите научиться моделировать, делать красивые визуализации, но не знаете с чего нужно начать, то я хочу порекомендовать вам пройти бесплатный мини-курс «Быстрый старт в Блендер» от команды VideoSmile. Блендер – это одна из самых популярных программ по 3D графике, и вы можете начать изучать его прямо сейчас. Мини-курс состоит из 6 бесплатных уроков и рассчитан на абсолютных новичков. В нем максимум практики и подробные объяснения к каждому действию. Вы познакомитесь с интерфейсом программы, освоите базовые принципы моделирования, научитесь делать развертку на модели и текстурирование. Также вы узнаете, как настраивается освещение, камера, окружение и многое другое. По итогу у вас получится с абсолютного нуля собрать вот такую красивую, милую сцену с домиком и растениями. Вы сможете подготовить не только такую замечательную 3D-модель, а также свои первые визуализации и разместить их у себя в фортфолио. Если в процессе обучения у вас возникнут какие-то сложности с моделированием, визуализацией или настройками блендера, вы всегда можете обратиться к кураторам курса и получить поддержку по любому возникшему вопросу. Вам всегда помогут и не оставят без внимания. Мини-курс «Быстрый старт в Блендер» абсолютно бесплатный, и вы можете приступить к изучению 3D уже прямо сейчас. Благодаря полученным знаниям из этого курса вы сможете начать реализовывать свои идеи и делать первые шаги в сфере 3D-графики. Ссылка на бесплатный мини-курс находится под этим видео. Обязательно переходите и начинайте изучать 3D. Мы все привыкли видеть киберпанк в вечернем освещении с яркими неоновыми огнями и красочными бликами в лужах. Пересмотрев множество картинок на эту тематику, я могу отметить большое разнообразие визуальной стилистики этого жанра. И все создают такие арты совершенно по-разному. Я же хочу сделать свой лайтовый вариант при дневном освещении и посмотреть, что у меня получится. Для моей задумки нужно было подобрать подходящую локацию. Это должно было быть что-то бетонное, с кучей проводов, каких-то железных труб, ведущих непонятно куда. И таким местечком в моем городе оказался речпорт, это было именно то, что нужно. Я взяла телефон и сняла несколько видеофутажей. Свой выбор я остановила на вот таком видео, это и будет основа моей будущей киберулицы. Дома я закинула это видео в блендер и начала отслеживание камеры. Мне нужно было получить максимально точное движение камеры, чтобы можно было потом прикрепить 3D-модели к видео. Важно добиться совпадения перспективы, а также чтобы ничего не прыгало и не скакало отдельно от видео. Этот раздел блендера меня не перестает радовать, здесь все очень удобно. И так здорово, что можно видеть трекеры сразу во вьюпорте, это позволяет с легкостью привязываться к геометрии. Благодаря этим трекерам мне было легко определить расположение колонн, стен, пола и других элементов. Теперь мне предстояло наполнить сцену различными элементами, чтобы воссоздать характерную атмосферу, приближенную к теме киберпанка. Для этого нужно было подумать, какие именно необходимо подготовить 3D-модели, чтобы они отражали суть идеи. Поскольку у меня локация из речпорта, где мимо поволки проплывают баржи с каким-то грузом, я первым делом решила сделать большое окно выдачи отправлений, из которого хаотично вываливаются коробки и рассыпаются во все стороны. Я смоделировала в блендере такое обрамление с бегущей светящейся строкой. И две картонные коробки. Коробки раскопировала и задала им анимацию с помощью риггет-боди. Теперь они хаотично выпадают из этого окна и наводят на улицы конкретный беспорядок. Следующий яркий атрибут нашей кибер-улицы – это контрастное соседство темой еды с горящими контейнерами. Ну и, конечно же, наличие каких-то сломанных выброшенных вещей. Поскольку у меня на видео главный акцент сделан на стену, то на ней я решила разместить вход в кафе. Для этого я смоделировала простую геометрическую форму небольшого фасада, которая немного поступает из этой стены. Вход кафешки дополнила китайскими фонариками, сломанной неоновой вывеской, с закрытым входом, сделала такие ящики с кнопочками и трубами, чтобы дополнить образ. Напротив кафе, прямо около входа, расположились горящие контейнеры со всякими мелочами. Тут я добавила несколько цветных вещей – кирпичи и вывеску. Как будто кто-то специально облокотил ее прямо об контейнер, и теперь она указывает прохожим, где находится теплоход. Ярким дополнением стал цветной дым, и в блендере меня очень радует простота его настройки. Когда я гуляла по речпорту и записывала видео, то периодически из громкоговорителя объявлялось приглашение покататься на теплоходе. Мне это очень понравилось, и поскольку я делаю киберулицу, я решила дополнить ее голограммой, которая будет озвучивать подобные объявления. И тут я начала ломать голову, как же можно сделать такую голограмму. И решила, что самым простым способом будет снять видео со мной. Однажды летом я приобрела зеленый фон. Он долго пролежал у меня без дела, и теперь наконец-таки настал его час. Я еще никогда себя не записывала на зеленом фоне, и для меня это был первый забавный опыт с кучей ошибок. Я закрепила его на стену, сделала несколько дублей, где я объявляю про теплоход, кафе и доставку грузов. Я не заморачивалась над натяжением фона, у меня была целая куча складок, тени, и это создало сложности, когда я вырезала зеленый цвет в программе. В Premiere Pro с горем пополам я убрала весь зеленый спектр и добавила эффект голограммы. А затем сохранила это видео на прозрачном фоне. Теперь я знаю, что фон нужно хорошо натягивать и убирать тени. В блендере я поместила плоскость, на которую назначила материал с моим видео, и настроила прозрачность. Так у меня получилась голограмма, и мне нужно было сделать под нее подставку. Это простейшая геометрическая форма. За основу я взяла цилиндр и немного его доработала. Добавила провода и подсветку. Теперь для более завершенного образа мне оставалось добавить к локации еще некоторые элементы. На видео есть две бетонные колонны. Я сделала поверх них из бокса новые, более широкие, и разместила неоновые вывески. Кстати, все вывески – это текст, который потом был сконвертирован в сплайн. Делать такие надписи очень просто. У меня оставались модели роботов-пауков, которых я моделировала и анимировала для прошлого видео. Я подумала, почему бы не применить этих пауков для Киберулицы, и разместила парочку. Один копается в баке напротив кафе, а второй на дальнем плане среди коробок. На них я перенастроила анимацию, задала новые ключи. Теперь они не танцуют, а заняты своими важными делами. Поскольку это Киберулица, то нужно было добавить какие-то летающие объекты, и для этого я использовала свою давнюю модель дрона. Я его просто раскопировала и задала ключи анимации. Теперь, когда происходит движение по улице, дрона периодически пролетают мимо нас. На асфальте из небольших плоскостей добавила разметку и еще немного проводов. А также такой стенд с телевизорами позади голограммы и какой-то неведанный столбик. Я сама не знаю, что это такое, но определенно что-то важное. Чтобы 3D модели вписались в видео, нужно, чтобы они отбрасывали тени и было максимально похожее освещение. Для этого я сделала из плоскостей пол, стену, местами потолок, чтобы имитировать условия освещения, как на видео. Эти плоскости не видны на рендере. Они просто отбрасывают и улавливают тени. А в качестве источника света я использовала HDRI-карту. Что касается текстурирования, то некоторые модели я покрасила в Substance Painter, а часть непосредственно в блендере. Когда сцена была готова, я выставила время визуализации, добавила на камеру эффект размытия и начала рендер анимации. Получилась секвенция. Набор кадров, где сцена с моделями на прозрачном фоне. Для большей атмосферности я использовала звук шума с исходного видео, а также сделала озвучку голограммы. Также я добавила звук падающих коробок, звук движения роботов и некоторые другие фоновые звуки. А теперь важный момент. Нужно соединить 3D-анимацию, которая получилась в блендере с исходным видео, поиграть с цветом и добавить звуковое сопровождение. Вот что у меня получилось. Что ж, это мой первый опыт в данной теме, и мне определенно есть к чему стремиться и куда развиваться. Тема киберпанка практически неисчерпаема и очень интересна. Поэтому я и дальше продолжу работать в этом направлении. Ну а нравится ли вам тема киберпанка? Смотрите ли вы такие фильмы? Делаете ли вы такие работы? Мне очень интересно узнать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, вы что-то посоветуете мне для вдохновения. Я буду вам очень благодарна. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok